МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема называется... Совершенный. 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 Я верю, ты сегодня услышишь, что ты совершенный. Это не про меня. Я перепутал дверь, наверное. Я вижу по глазам ваших. Да какой я совершенный. Ты этого никогда не слышал. Ты слышал о себе очень много. Ты слышал о себе очень много. Но никто тебя не назвал совершенно. Скажи честно, тебя кто-то назвал совершенно? Это первый раз. Для кого первый раз? Ты уже слышал? Hast du das schon gehört? Да, я слышал. Да, я слышал. Ну, праздник, Jesus. В основном, первый раз, ты слышишь, что ты совершенный. Вы знаете, это так вот, тема будет спорная. Это будет так вот, тема будет спорная. Не твоя с Богом. Не ты с Богом. Я с тобой не собираюсь спорить. И я не боюсь, что с тобой уже начался вот здесь. Диан, что у тебя уже начался вот здесь. Что находится у тебя между Ушами. Что находится у тебя между Ушами. Там все время спор. Да есть immer ein конфликт. Скандал. Ein Скандал. Кто-то говорит сейчас здесь совершенный. Или нет. Неман sagt jetzt hier, ты бишь vollkommen. И einer sagt, не, ты бишься не. Но семья. Мы знаем Истину. Скажите, Господь совершенный? Сак, есть ли он, Господь совершенный? И ты думаешь, Бог совершенный создал тебя несовершенно. Он создал тебя и недотворил. Господь нас совершенный и человека он создал совершенным. Он создал совершенным. Нам нужно это услышать, чтобы стать совершенным. Нам нужно услышать, что ты совершенный. Ты слышал о себе многое и больше плохого, чем хорошее. Но сегодня мы должны услышать, что мы совершенный. Потому что если ты не будешь это слышать, ты никогда не станешь совершенным, то ты никогда не станешь совершенным. Совершенство — это не высший уровень праведности. Возможно, ты сейчас думаешь, чем больше я буду праведнее, тем больше быстрее стану совершенным. Это не высший уровень доброты. Это не высший уровень доброты. Может быть, из каких-то знаний, талантов. Это не совершенство. Совершенство — это принять тебя. Бог создал совершенным. Импань. И скажи сам себе, я совершенный. Оказывается, я совершенный. Это выглядит так. Я все выжил. Мне нравится, что здесь сидят молодежь, и они хоть услышат. Потому что им еще тоже никто не говорил. Ни за хорошие, ни за плохие оценки. и я принимаю я принимаю Божье Слово которое говорит мою жизнь что я совершенен это не гордость это Библия и когда я принимаю эту позицию это меняется все внутри меня потому что я знаю Господь сделал меня совершенно а если Он сделал меня совершенно и если он сделал меня совершенно мне нужно стремиться мне нужно стремиться к этому уровню понимания чтобы ни одно negative слово сказанное людьми в моей Адрес или твоя адрес не изменили направление твоей жизни. Совершенный человек это когда он строит всю свою жизнь на фундаменте, которым является Господь Иисус. Это абсолютное совершенство. Сам Иисус Христос сказал юноше, Евангелие от Матфея 9, 21. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, он спрашивает у тебя сегодня, хочешь ли ты быть совершенным? Тем утром Господь задает тебе вопрос, хочешь ли ты быть совершенным? Понимаете, сейчас выбор за тобой. Понимаете? Die Wahl ist hinter dir. Быть ли тебе совершенным или нет. Это не скажет тебе твое общество. Потому что для твоего окружения ты для кого-то будешь хорошей, для кого-то плохой. Всегда такое будет. Кому-то будет все равно, что с тобой происходит, но сам Господь говорит юноше, если хочешь быть совершенным, он дает ему выбор. Он говорит, я делаю и почитаю отца, и мать. Помните? И я соблюдаю все. Иисус говорит, если ты хочешь быть совершенным, я понял, что здесь никто еще не хочет, не готов. Ты не понимаешь, что такое совершенство. Это когда Господь творит, и Он творит все идеально. Почему в нашей жизни не все идеально? А потому что мы не знаем, что мы совершены. И когда ты не знаешь, что ты совершен, у тебя не может быть в жизни все идеально. Поэтому нам нужно понять, что есть человек, который совершен. И нам выбирать, быть нам сегодня совершенным. Это духовный принцип. Когда ты принимаешь совершенство в твою жизнь, то начинаются сферы твоей жизни отстраиваться также совершенным. Вы слышите? Поэтому сегодня важно в этих последних дней понять, что человек совершен. И выбор за человеком. Иисус дальше сказал, Парни, Иисус опять ему говорит, пойди, продай имение, раздай нищий, и будешь иметь Сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Он сказал, заказывал, заказывай, и будешь и следуй мне нах. Это местописание, пасторы любят применять, я так заметил. И я заметил, что пасторы любят эти шифтшелы использовать, когда в церкви финансовые проблемы, в нашей церкви нет проблем, все долги и долгов вообще нет и не будет во имя Иисуса все покрыт. Мы дай Богу и славу. Поэтому, давайте сегодня остановимся. Лас нас einen Halt machen, если хочешь быть совершенным, не нужно ничего продавать, потому что, если тебе нужно что-то продать, тебе Господь скажет. Если что-то тебе нужно купить, Господь скажет. Wenn ты что-то купить, если тебе нужно Господь скажет. Другой перевод так говорит. Eine andere Übersetzung sagt so. Евангелие от Матфея 9,21 Иисус ответит ему если хочешь достичь совершенства. И знаете, вот я заметил, такое давление создают на свою Пасту некоторые Пастеры. И он свою Пасту. Это тебе мешает. Продай. И он дружит свои Шефы из. Это столь тебя еще еще другое. Это вообще было совершенно по-другому. И он сказал, и я вам скажу чуть позже. Но для начала я хочу вам объяснить, чтобы достичь совершенства, нужно узнать, что человек совершен. Муж вы теперь знаете, что человек совершен. И чтобы достичь Цель, нужно понимать, что ты достигаешь. Муж не 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 результат. И у нас есть сегодня цель, и у нас есть цель, достичь совершенства. Детичь совершенства. Детичь совершенства. Это не дело не в том, что у тебя есть дом или нет. Есть машина или нет. Это не относится к совершенству. Все совершенно было по-другому. У парня, у юноши, все, что он имел, он это видел как свое. что Господь против дома тебе дать новый дом. Новую машину, давайте от простых машин. Не, не, что Господь Иисус, он понимал, что когда юноша разговаривал с ним, то юноша, смотрел на свое имущество как на свое. Мы сейчас придем, придем к этому, к пониманию. Поэтому не все здесь сидят юноши, которые должны продать. Вы слышите сейчас, ты можешь смотреть на свой дом и видеть Бога. Ты можешь сидеть в своей машине и ищать Бога. И не Вы сейчас слышите. Давайте пойдем быть и я. Лас нас в алтес Testament gehen. Вы сейчас поймете о чем человеком. Адам был совершенным человеком. Адам был совершенным человеком. Это нормально. И только Господь создал человека и он тоже был совершенным. Он и сейчас совершенным. И все здесь сидят совершенные. Если вы приняли решение быть совершенным. Адам я смотрел на его отношение к Богу. Адам видел многое. Адам видел даже то, что мы не видели. Наши глаза не видели, то, что Адам видел. Он видел всех животных. Адам все Рыб. Он видел все, что Господь что совершил. Он видел дерево познание добра и зла. И при этом Адам оставался совершенным. Почему? Потому что во всем он видел Бога. Сейчас ты поймешь. он смотрел на бегемота. Он не бегемота, а Бога. Почему Адам не боялся Крокодилу? А потому что Адам не боялся Бога. Слышите? Адам не боялся Бога. Адам не боялся Почему ты видишь Таракана и боишься? Потому что ты видишь Таракана. Адам видел Бога в Таракане. Не в Таракане вообще видел Бога смотря на Таракана. Он жил в Эдеме и для него все это было Бог. Бог смотрел на него. Бог wusste was он и когда было проблема он знал что есть Господь. человек настолько стал жить что стал отделять это Бога это мое это кого-то. сегодня если ты примешь решение стать совершенным ты на этот мир посмотришь совершенно другими глазами. ты увидишь великого Бога ты увидишь сильного Бога ты увидишь сильного Бога который совершенен который vollkommen твои глаза они приобретут другой Фокус и этот Фокус был Адама и он кроме Бога никого не видел не видел он называл животных птиц рыб но во всех птицах он видел Бога для него и дым был это Господь как для христианина церковь вы слышите но давайте выйдем и пойдем дальше и поймем что все что появляется в нашей жизни когда мы познали Иисуса Христа это все Господь Бог не против благословения Бог говорит все золото и серебро мое знаете почему это мое не твое мое и когда ты будешь иметь золото и ты будешь знать что это не твое и это Бога и это будет значит у тебя и это будет быть мое и ты исчезнет в своей жизни поэтому Иисус сказал юноши Хочешь достичь совершенства продай потому что твой дом он мешает тебе общаться со мной все что у тебя есть все твое оно мешает мне потому что это твое не потому что это тебе не нужно а потому что это твое это твое и пока это будет твоим ты не сможешь быть совершенным потому что у совершенного человека есть только совершенный Бог поэтому слава Иисусу что он ведет свою церковь дальше потому что эти жертвы никому не нужны говорит Господь мне не нужна твоя безумная жертва я не нужна твоя верюкта церковь сама себя выставила в таком положении перед этим миром что если ты приходишь церковь все нужно продавать и отдавать и многие люди боятся приходить потому что если у пастора проблемы с финансами он заставит меня потому что если у пастора проблемы с финансами он заставит но ничего скоро время этих пасторов закончится но bald будет эта Zeit будет этим пастором закончится амин 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 живи в Божьем доме и наслаждайся пришло время переосветить все вещи переместить их и отдать Богу я всегда так говорю когда я в своей машине я всегда говорю когда я в моем авто пастор я говорю не знаю я даже если я могу узнать сейчас столько все бортовой компьютер показывает все я даже не смотрю на эти настройки если ты спросишь сколько стоит бензин или дизель я не скажу тебе потому что я не знаю я знаю что у меня пустой бак или полный бак у меня есть два понимания машина заправлена или нет если Бог мне дала эту машину и это кто ее должен заправлять скажи скажи Бог хочет заправлять ее а ты говоришь моя я заработал я столько училась меня заметили на работе я задерживалась на работе Господь говорит заправляй и ты ищешь эту заправку подешевле и когда люди говорят там дешевле бензин на цент и когда приезжают люди к нам гости говорят у вас дешевле надо заправиться и если люди дешевле дешевле выживешь на нашем топливе пока ты доедешь домой его уже не будет а там еще два раза сходил в туалет по евро и и и твоя экономия больше не работает и спар дешевле спар дешевле экономика в моей жизни и если ты датчик и ты наблюдаешь и ты на дешевле и Тогда и заправляй свою машину. Аллилуйя. Совершенный человек знает, что его машина заправляет совершенный Бог. Аллилуйя. Это такой пример. Небольшой. Вот оно и совершенство семьи. Это видеть своими глазами все, что они видят и видеть одного Бога. Одного Бога. Поэтому слава Господу, что тебе ничего не нужно продавать. Успокойся. Тебе просто сегодня нужно понять, что ты совершенный. Это вызов твоим близким, родным. Совершенный. И сетя с тобой, для людей, которые тебе наше стоят. Ты будешь вероятно. Когда мне Господь говорит такие слова, я себе делаю заставку на телефоне, чтобы не забывать. Когда мне Господь говорит такие слова, на черном фоне, белыми буквами. На черном фоне, белыми буквами. На черном фоне, белыми буквами. И когда я чувствую, что что-то не то, что-то не то, что-то не так. Когда я чувствую, если Диспо с Диспо с Диспо с Диспо с Диспо не так. Мне не нужна Гугл. Мне достаточно посмотреть на свою заставку Телефона. Я должна только на свое Телефон смотреть. Собственность. А сегодня я изменю совершенный. Но сегодня я буду с диспо И буду чаще положить перед своей женой этот телефон. Я готовлю. Я не кричал. Я не кричал. Я не кричал. И мой телефон лежал открыт. Я когда показал там цифры, и когда я показывал там некоторые, и я не кричал. И я не кричал. И телефон меня выключался все время. Благосоверный, благосоверный. И я понял, что прочитали по глазам. И я был доволен, что это увидели. Если ты ездишь в трамвай, просто напиши большими буквами о себе что-то хорошее. Если ты в трамвай, то пиши на твои в трамвай, то пиши на твои что ты доволен. Что ты доволен. О, это... О, реакция будет серьезная. Ты всегда будешь сидеть сам. Ты всегда будешь сидеть сам. Потому что кто-то считает тебя безумным. Чтобы быть совершенным, нужно быть безумным. Damit ты wirklich, damit ты полкоменененен концу, ты будешь выйти безумным. Ум, это не принимает, это только нужно ушами и быстро в сердце свою жизнь сейчас прописывать. История о царе Наваходоносоре. Господь Бог лишил царя. Лишил царя. Так просто переведи сейчас. Лишил царя. Не хочу дальше, хочу жить. Господь, der Herr, hat beim König Nebukadnezar weggenommen. Он лишил царя. Er hat beim König weggenommen. Знаете, что он у него забрал? Wisst ihr, was er bei ihm weggenommen hat? Себя. Сих selbst. Он семь лет. Er war sieben Jahre. Er konnte sieben Jahre lang seinen Kopf nicht zum Himmel erheben. Das ist stark. Он оставался царем. Er war weiterhin König. Царь без царства. Aber ein König ohne Königreich. Человек. Которого лишили неба. Ein Mensch, der den Himmel verloren hat. Дьявол лишил многих людей неба. Und der Herr, der Satan, der hat bei vielen Menschen den Himmel gestohlen. Und heute bringt der Herr zurück. Den vollkommenen Gott. Себя совершенного. Сих selbst, den vollkommenen. Чтобы ты стал совершенным. Damit du vollkommen sein kannst. Oder wirst. Господь не сказал, царю, ты больше не царь. Der Herr hat nicht zu dem König gesagt, du bist nicht mehr länger König. Он сказал, ты царь без царства. Er hat gesagt, du bist ein König ohne Königreich. Его никто не признавал в его царстве. Und keiner hat ihn erkannt in seinem Königreich. Nachdem der Herr sich selbst ihm weggenommen hat. Weil, wisst ihr noch, jegliche Gewalt ist von Gott. Oder jede Macht. Dieser König, der aß Gras sieben Jahre lang. Er hat seinen Kopf nicht erhoben. Und so leben auch viele Menschen. Ein unvollkommener Mensch. Er erhebt seinen Kopf nicht zu dem Himmel. Und alles, was vor seinen Augen ist, vor seinen Augen ist, oder vor seinen Füßen ist, das ist alles seins. Изmени. Verändere das. Изmени свою позицию. Verändere deine Position. Перепосвяти все, was у тебя есть своему Богу. Weih alles neu deinem Gott, was du hast. Переведи этот Status совершенства. Bring das in den neuen Status der Vollkommenheit. Потому что любая вещь, она будет идолом для тебя без Бога. Это твой дом, это твоя машина, это может быть вещи, это еще какие-то там. там может быть идолом. Это может быть идолом. И оно так и является. Без Бога это все идолопоклонство. Но если я знаю, я служу Бога. Я диняю Богу. Мой Бог совершенный. И он дает все в изобилии. И он дает все в изобилии. Почему бы мне не принимать? Почему бы мне не принимать? Многих людей беспокоит вообще мое понимание к жизни? Многие люди стырят мое понимание к жизни. Как пастор может ездить на такой машине? Как пастор может ездить на такой машине? Может иметь бизнес? Как пастор все, что я имею, это прижит Господь. Все, что я имею, это Бог. Это Бог. Вот это все меняет. Вы понимаете? И я знаю, все, что я здесь получил в Германии, это только Господь. Это только Господь. И во всем я вижу Бога. И в всем я вижу Бога. И моя жена свидетель, что мы никогда не поклонялись ни одной вещи. Мы никогда не вымаливали ни одну машину. Мы никогда не говорили Богу, а что ты за дом нам дал? И все, что когда дает Господь, мы наоборот это делали еще лучше состояние. Когда ты будешь заботиться о том, что тебе дал Господь, он даст тебе еще больше. Он даст Богу славу. Гиб Богу славу. Поэтому Господь сегодня говорит, знаешь ли ты, что ты совершенный? Поэтому скажи, я даю, что ты совершенстви Бога. чтобы жить в совершенстве Бога и наслаждаться жизнью? И наслаждаться жизнью? Готов ли ты людям говорить, что они совершенны? Без ты, что Бог совершенны? Потому что Бог совершенны? Он будет с тобой встречаться с несовершенным. Когда ты попадешь, если на небо, если ты попадешь несовершенным, ты не поймешь, где ты находишься. Поэтому на земле, Адам был на земле, возможно носить совершенство. На небе, там еще мы не знаем, что Господь нам приготовил. Книга проекта Даниила закреплю. И это Бух Данил? 4, 26, 28. Бух Данил 4, 28. На Бухаданасор лишился совершенства здесь. И здесь не Бухаданасор его не потерял. Ты успеваешь? По прошедшим 12 месяцам рассказывая по царским Чертогам в Вавилонии. 26 стих. 26. 27 стих. Царь сказал, это не величественный Вавилон, который построил Яв, в дом царства, силу моего могущества и славу моего величия. Знаешь, почему Бог гордым противится? Weißt du, warum Gott den Stolzen widerstrebt? Бог говорит Господь, мои дети совершенные. царь сказал, кто такой гординец? Вы знаете, кто такой гординец? Царь без царства. Das ist ein König ohne Königreich. А он царь. А он царь. И он царь. Есть такие люди. Есть такие люди. О, я знаю. Я знаю. Я знаю такого таких людей очень много гординцов. И они успешны. Но они без царства. Но они без царства. Они хорошо жуют траву. Но выглядят они ужасно. Но выглядят они ужасно. как выросли длинными волосы, как орошава, расай волосы, его выросли длинными как перья, орла, а ногти выросли как когти у птицы. Это я просто переведи. Когти как у птицы. И вот так выглядят гордецы. Вот так выглядят многие цари без царства. И так потому что царство принадит только совершенным. Потому что это царство принадит только совершенным. Поэтому я буду лучше царь царством мит когти царством но послушание им господинга. Вы понимаете? Да, мы цари. Да, мы царь. Потому что наш Иисус царь царей. Потому что он царство. Поэтому здесь нужно смирение. Воля Божья. Воля Божья. А правда Господь мне нужно это сделать. Перестаньте ходить по Бабилону. Хоть auf durch Бабилон zu gehen. И в своем Гиби и скажем это я. Ансот ты лишишься царства. Воскресенье очень можно быстро лишиться совершенства. Можно очень быстро лишиться совершенства. Даже подумать о том, что это твое. Даже wenn ты думаешь что это твое. Царь и еще его речь была в устах. и представляете как Господь лишает гордецов себя. как Бог знает, что они сыновь. Они знают, что они верующие. Они знают, что они верующие. Но даже на небо не поднимут свою голову. Потому что таких людей Господь лишает себя. Как Господь может лишить себя? Как человек, если он все время стоит и стучит? Но он все время тебе предлагает. Хочешь вернуться в совершенство? До последнего нашего Дыхания или дохода, выдоха. Или дохода, выдоха. У нас будет возможность стать совершенной. Но лучше сделать это сейчас. Лучше сделать это сейчас. Лучше сделать это сейчас. И семь лет царь без царства питался травой. И он даже не думал о царстве. Он забыл, что у него есть прислуга. Он забыл, что он царь. Он забыл, что у него есть ангелы. Они забыли, что у него есть ангелы. Есть герои. Есть божья слава. Есть божья слава. Заметили, когда ты говоришь с людьми? Об ангелах. Но ты так смотрят, что ангелы есть. И они смотрят, что есть ангелы. И они говорят, что есть ангелы? Эти люди забыли. Эти люди забыли. Потому что они цари без царства. Потому что они цари без царства. И жалко этих людей. И мы должны продолжать, как церковь молиться. И мы должны продолжать, чтобы люди слышали призыв Иисуса. И уже в Новом Завете. И уже в Новом Завете. В Новом Завете. Иисус предлагает Иисус. Иисус битет Иисус человеку. Иисус хочет ли быть совершенным. Иисус хочет ли быть совершенным. Сегодня новое время. Где поднимаются совершенные. Где не приткнутся от благословения другого. Потому что все благословения принадят Господу. Потому что все благословения принадят Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Гиб Gott ее Ehre. Почему людям сложнее стало жить. Потому что когда они лишились царства. Они лишились помощи. И теперь они только уповают на себя. И теперь они только уповают на себя. И только они блестят ради себя. И они блестят ради себя. Они вынуждены поддерживать царский статус. Но живут они на помоях. Но они живут непонятно где. И они живут непонятно где. И они живут непонятно где. У них непонятные мысли. И это непредсказуемые люди. Потому что у Бога всегда Ясность. Когда ты царь, живешь в царстве Бога, здесь все понятно. Куда идет церковь, вовсе мы молимся, вовсе мы бедем, и мы понимаем, что все, что у нас есть, это принадлежит Богу. Это Бог. Это Бог. Поэтому, если кто-то сегодня переживает, какое-то давление, возможно, это имущество, возможно, это отношения между мужем и женой, я хочу сказать, мужям, что жена, это Бог, что муж, это Бог, и они принадлежат Богу. И они совершенны. И если ты хочешь что-то подровнять, в отношениях, иди не к мужу, иди к совершенному. Гей к совершенному. Гот. Скажите, есть семейные пары здесь? Вот раз один скандал приводил к миру, скажите. Вот скажите честно. И вот вы на друг друга, а потом, вау, ни один скандал не заканчивалось миром. Аминь или нет? Или ссора. Или ссора. И это не было ни в Гуте аuseinanderгаган, что вы на самом деле так счастливы и счастливы были. Почему? Потому что вы забыли, что есть Господь. Потому что вы забыли, что есть Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда Адам не нашел никого, себе подходящего, человек, который им попастся, совершенный Бог, он все совершенное, он все совершенное, когда он открыл глаза, и когда он открыл глаза, он не было вопросов к Богу. Аминь или нет? Поэтому, когда что-то происходит, когда что-то происходит, закрываем глаза, мы шлищем наши Augen и ждем. И мы ждем. Господь, не нашел я совершенного из сегодня жену. Я сегодня не нашел. В своем доме я утром не нашел совершенную жену. В моем доме я сегодня не нашел совершенно жену. Господь, и закрывай глаза. И шлищай свои Augen. Где мой совершенный муж? Где мой совершенный муж? Что это за мужчина сидит напротив? Что это за мужчина сидит напротив? Мой муж совершенный, а это? Мой муж. Почему ты претензии к мужу даешь, чтобы Бог был совершен? Бог совершенный. И он дал тебе совершенного мужа. Это как, он дал тебе машину. Он машину должен заправлять Господь, которую он тебе дал. Скажи, не должен, он, Бог же заправляет твою машину. Пусть ему мужет, вы его заправляет. Чё ты его заправляешь каждый раз? Свобесно. Хватит, он и так уже, у него уже бензобак скоро лопнет. От твоего топлива свобесного. Пусть Бог заправляет Своей славой нас, аминь или нет, воздай Богу славу. О Господь, заправь нас, совершенный Бог. Мы пустые. Сегодня Элина говорит, тут пустые сосуды. Мы не хотим, чтобы нас кто-то заправлял. Поэтому я как пастор призываю в свою церковь, перестань заправляться на Ютубе. Приди в Храм Бога. И заправься в славе Его. Заправься самым совершенным. Заправься видениями с нами. Которые никто не возьмет. Потому что как он нас каждого заправляет. Это никому не нужно. Потому что дизельной машине бензин не нужен. Потому что я призываю вас, приходить физически на собрания. Чтобы заправляться Богом. Совершенным Богом. Совершенному человеку нужен совершенный Бог. Не умный пастор. Не красноречивый пастор. Не пастор, который говорит, я вам сейчас мясо дам. Не пастор, который говорит, я вам сейчас мясо дам. А мы вообще любим Кенгурю. Какое мясо? И мы любим Кенгурю. И мы скажем, а что за Fleisch ты пастор? Это сладенькое такое. Кенгурю. Кенгурю, это так красивое. Кенгурю, это такое кенгурю. Вы слышите сейчас. Вы слышите сейчас. Мы должны вернуться к совершенству. Чтобы вернуться к совершенству, нужно понять, что мы совершенны. Это не дает нам место гордости. Это наоборот, мы попадаем в зависимость, в кавычках зависимость перед Богом. Потому что мой Бог совершенны. И я совершенны. И все, что он мне дает Господь, я радуюсь всему. Поэтому, когда ты поймешь, это в своей жизни, слушайте, ты никогда никому не будешь завидовать. Потому что завидовать кому-то, это завидовать Богу. Это неидеться на Бог. Ты никогда не украдешь ни у кого. Ты вверх не украдешь ни у кого. У тебя мысли не будет. Ты вверх не украдешь. Потому что воруя благословение у брата или у сестры, ты воруешь у Бога. Ты воруешь у Бога. О, поверьте. О, поверьте. А с Богом шутки. Плохо. Поэтому, радуйся. Радуйся. Когда Господь кого-то благословляет. Когда Господь кого-то благословит. Ты радуешься и эту радость даешь Богу. Ты воруешься и эту радость даешь Богу. Аминь или нет? Аминь. Поэтому Господь говорит, я сам лично приду в дом Воран. Deswegen, sagt der Herr, я вернусь всему, child's house. Потому что он украл ни у тебя. Он украл меня. Он украл меня. Он украл меня. Мы думаем, что вор у нас что-то особое такое, знаете, часть украл. Мы думаем, что вор у нас что-то особое, знаете, часть украл. Господь заберет все эмоции, которые ты слезы вернет, радость. Дальше будет не здоровиться врагам. Бальд будет издать феинги не хорошо, потому что поднимаются совершенные. Совершенные, которые назовут все, все, что они имеют. Потому что все, что они имеют, все, что они имеют, все, что они имеют. Для религии, Бог это только церковь, а для нас это все. Я не знаю, что вчера происходило, может быть, вы заметили, люди какие-то сильно активные были. Не знаю, как у вас, мы живем в самом тихом месте. И вчера все дома, все наши дома на нашей улице, все Устралию вечеринки, все. Это Бог. Это Бог. Он выводит своих детей на улицу. Он приводит своих детей на улицу. Потому что он говорит, я покажу вам душу. Потому что, чтобы кого-то спасать, нужно понимать, кого ты спасаешь. А душ много. А душ много. А душ много. Господь всех выведет на улицу. Он выведет. Он выведет. Что произошло с войной сейчас? Люди вышли из своих домов. Они стали видеть. Они сидели в своих насиженных насиженных домах. В своих, заметьте. Они сидели в своих eigenen Хäusах. И они сидели в своем городе. И они их домах. И они их домах. И они их домах. И так произошло. И так произошло. Мы не можем сказать, спасибо, Господь. Потому что там, где я живу, это забота Бога. Это забота Бога. Поэтому Господь использует все во Благо. Он все во Благо. И многие люди, они уже перефразировали свою жизнь. Потому что они говорят, если бы не Бог. И поэтому я говорю, поднимается поколение совершенных. Потому что люди говорят, это жизнь Бога. Поэтому Он спас меня. Поэтому он дал мне небольшой уголочек жить. Жизнь. Я смотрю, как сегодня украинская нация, они как бы недовольны, но они благодарят Господа. Вы слышите? Потому что они они не считают это своим. Но они благодарят Бога за это. Небольшое, но это Бога. Это не много, это Бога. Лучше иметь небольшое имущество, но знать, что это дал Бог, чем жить в большом доме, и не иметь Бога. И не иметь царство его. И не иметь царство его. Ты можешь обладать домом. И думать, что у тебя есть квартира там, здесь. И думать, что у тебя есть квартира там, здесь. Очень сейчас, знаете, модно. Многие люди там купили квартиры по всему миру. И там можно, зачем мне там, если у меня один дом здесь. Два дома бывает? Два дома, два дома. Два дома. Два дома. Два дома. Два дома. Когда люди в это попадают, wenn Menschen в это попадают, я теперь понимаю, цари без царства. Кюниги ohne кюниг рейх. Я хочу иметь и царя, и его царство. Я хочу быть и царем царствия. И эти люди начинают что-то выдумывать. И эти люди начинают что-то выдумывать. А ты им царствия. Но сегодня я вижу в ваших глаз просветление. Радость. И восстание светись. Это же пророчески. Даже если у кого-то что-то есть, это цари без царства. Восстание светись. Что? Не завиду никому. Что то, что у тебя есть, ты знаешь, что это дал тебе Господь. Даже если ты это снимаешь. Эту комнату два на два. Но ты царь царствия. И ты смотришь на этот успех. Я на этой неделе все это понял. Ты смотришь на успех этих людей. И говоришь, царство. Потому что они говорят, мы это сделали. Потому что это дал Господь. И это дал Господь. И мне не нужно переживать. Потому что это мне дал Господь. Совершенный Бог. Совершенный Бог. Который заботится в совершенстве обо всем. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Прайсай Иисусу. Перепосвяти все, что ты имеешь. И когда в следующий раз ты будешь помазать и леем, то знай, что Бог тебе дал в аренду твой дом. Бог, я помазаю твой дом. Бог, я помазаю твой дом. Это твой. 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 Юноша, хочешь ли ты быть совершенным? Юнглинг, möchtest ты vollkommen sein? И поэтому, даже если что-то случится в мире, в мире будет только случаться. в последнее время. У тебя не будет никогда Депрессии. Ты будешь ни Депрессионы. Когда тебе Господь скажет, слушай, сынок, дочка, тебе нужно переехать. Когда тебе Господь скажет, Сын, Точта, ты можешь сейчас уехать. С этого дома в другой дом. В этом дом в другой дом. И ты не будешь грустить. Ты будешь не трябиваться, что ты потерял дом. Это Божий дом. Это Божий дом. Вы знаете, что многие люди вернулись в точку огневую, огневые точки, боевые точки из-за своих домов. Из-за своих домов цари повозвращались. Но жалко, что у них нет царства. Да придет царство твоё. Моги dein царство твоё, Господь. Моги dein царство твоё, Господь. Мы устали же без твоего царства. Научи нас поднимать голову к небесам. Господь, мы хотим видеть небо. Мы хотим видеть небо, Господь. Да настанет твоё царство. Моги dein Königreich как на небе, так и на земле. И в небе, так и на земле. Господь, спасибо тебе. Господь, спасибо тебе. Поэтому, когда садишься за стол, благодаришь ты. Спасибо, Господь, за то, что ты меня кормишь. Спасибо, Господь, за то, что ты меня кормишь. Мудрецы, эти глупцы без царства, они, смотри, заработают, пожуйём. И эти Торы, die alles selbst verdient haben und die kein Königreich haben, sagen, das habe ich mir verdient, lass uns mal hier jetzt essen. Царь. König. Без царства. Оно Königreich. Полегче уже, скажите. Es wird schon leichter, oder? Наслаждайтесь всем, что у вас есть. Schaut alles an, was ihr habt. Прюфт alles. Тебя отлучат от людей, ты будешь жить с дикими зверями. Ты будешь питаться травой. Это Деяние 4,29. Даниила, то есть книга про Даниила 4,29. Das Buch Daniel 4,29. Тебя отлучат от людей, ты будешь жить с дикими зверями. Ты будешь питаться травой, как волк. Пройдёт 7 времён, лет, прежде чем познаешь, ты свой урок. Тогда ты познаешь, что Бог Всевышний правит царством людей и даёт царство тому, кому захочет. Это не говорит о том, ты должен себя любить и заботиться о себе. Нет, не сосредоточиться. Что такое не сосредоточиться на себе? Это не думать, как люди думают, как люди думают. Это не жить так, чтобы, знаете, блеснуть и поднять свою Авторитет. Это жить так, как тебе сказал Господь. Он мне сказал, стой, проповедуй, никого не бойся. Он мне сказал, стой, проповедуй, и не бойся. Я стою и проповедую. И я стою и проповедую. Представляете, я не боюсь вас. Стойте, я не боюсь вас. Мне всё равно, какой у тебя взгляд, что ты скажешь. И иногда я слышу, ожидаю себя человеку. Менецкмored я. Я не знаю, как тебя боять. Я не знаю, как тебя бояться. Я не знаю, как тебя бояться. Как вы Sie shiny боги? Вы что думаете? Вы всегда AK-ин عن вас приходите, вы все разные всегда. Гlaubт, скажите в таком человеке. Вы смотрите в таком человеке. Вы смотрите в таком человеку. А я вас не боюсь, представляете. Я не боюсь вас. Я не боюсь вас. Я как Адам, вижу Бога. Потому что мне нужен Господь, когда я проповедую. Вы понимаете? Мне не нужен твой взгляд понимания, как ты на меня смотрел. Мне не нужно твой Аминь. Мне нужно Бога видеть. Я хочу Бога видеть. Лерни так. Лерни так жить. Концентрируйся на себе. Концентрируйся на Боге. Не смотри, что у тебя под ногами. Что сказал David в Салме? Что сказал David в Салме? Там Скорпионы и Змеи. Давид. Чтобы научиться, Давид, нужно не смотреть, что под ногами. И чтобы ты не смотришь, что под ногами. Давид. Давид. Нет. Аминь. А эта там... Аминь. Задави. И смотри на небо. И смотри на небо. Смотри на небо. И смотри на небо. Мы должны смотреть на небо. Мы должны muk vecнования. Это божияв ile на небо. schauen zu können. Der König konnte sieben Jahre lang nicht seinen Kopf erheben zum Himmel. Und alle, die hier sitzen in diesem Raum, alle sind fähig, in den Himmel zu schauen. Ansonsten wärst du nicht in der Gemeinde. Sobald der Mensch in die Gemeinde kommt, Gott gibt ihm die Möglichkeit, in den Himmel zu schauen. Schau in den Himmel. Schau in den Himmel. Und wisse, dass du vollkommen bist. Es ist zu viel Mensch geworden in dieser Welt, den Gott geschaffen hat. Und du triffst Menschen und du siehst, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Und wie sehr möchte man Menschen treffen und Gott sehen. Und Gott bringt jetzt diese Menschen. Gott erhebt diese vollkommenen. Und du triffst dich mit den Menschen. Und wie sehr, die haben nur Probleme. Und eine Situation. Es sind nur Situationen. Und du willst Gott. Und das sagt drüber aus, dass wir drüber nachdenken müssen und zurückkehren müssen in die Position des vollkommenen. Dass wenn Menschen uns treffen, dass sie sehen den vollkommenen Gott. dass sie verstehen dann, wenn du für Essen betest, vor allem anderen Menschen. Das Essen, das gibt der Herr. Und viele wissen das nicht. Sie denken, dass sie das sind. Dass sie arbeiten gegangen sind. Dass sie verdient haben. Und dann ins Geschäft gegangen sind. Haben es gekauft. Und wie toll sind sie. Aber alles Essen gibt der Herr. Поэтому мне все равно, где я нахожусь. Deswegen mir ist egal, wo ich mich befinde. Ich sage dir, Herr, danke, dass du mich in Überfluss ernährst. Da прославится Имя твое. Möge dein Name vererlicht werden. Имя моего совершенного Бога. Der Name von meinem vollkommenen Gott. Amen. Amen. Was dai Богу славу. Поэтому. Deswegen. Когда ты это делал, sind viele Menschen schockiert gewesen. Вчера я сидел, думаю, буду молиться все равно. Чтобы люди поняли. Когда я сидел und разговаривал по бизнесу, dass даже если что-то, если что-то, пищу все равно мне дает Господь. Я не еду на работу, чтобы зарабатывать на еду. Потому что еду мне дает Господь. Ты это знал. Еду тебе дает Господь. Ты просто не проживал эти дни. Я проживал. Когда под твоей дверью появляется сетка картошки. Als unter твоей Дверью появляется сетка картошки. Я знаю, когда кормит Господь. Он кормит каждый день. Поэтому я хочу проверить Бога. Ходи на работу, не ходи. Есть ты будешь всегда. Если ты знаешь, что пищу дает Господь, еда исчезнет из своего холодильника. И кроме мыши, которая повесилась там, повесится, никого не будет. Это говорит о том, что ты еще не понял, что кормит тебя Господь. Как только твой опустил холодильник и там ничего не появляется, ты должен понимать, что ты перестал быть совершенным. Как только ты возвращаешься в позицию совершенного, совершенный не может не есть, вы понимаете. Потому что голодный человек злой, недовольный, а совершенный таким не может быть. и не может не быть. Поэтому давайте вместе повторим. Меня каждый день кормит Господь. Меня каждый день будет кормить Господь, пока я живу здесь на земле. Соланг я живу на земле. Мешает вот это, ку-ку? Стёрт тебя это там ? Я понял. Я понял. Я понял. Это стёрт тебя. Чего лишаться? Ты так лишён. Царства нет. Давайте вы не понимаете. Ты будешь и кормит и кормит. Даже царь без царства траву ел. Вы понимаете. Вы понимаете. Вы понимаете. И он ел, к чему сейчас тримятся люди. Он он ел, Вы заметили. Био всё. Он ел био и не стал совершенным. Он ел био и не стал совершенным. Буду есть био Яйца. Лучше буду думать. Ich werde био Яйца. Травку там вы выращуете. Био грас, что там ве читаем Даниева. Не поможет. Даниэль, это не поможет. Питайся нормально. Это нормально. Аминь или нет? Аминь или нет? Он правда ел всё, что сейчас люди хотят продать это нам. И смотришь все женщины едят как траву как на вход на сорт и все на траве курят траву едят траву бедные люди лишенные царства возвращаемся в совершенство. Это кто-то там решил там нарушить покой в желудке возвращаемся. Господь, я буду есть всё, но только не лишай меня царства. И вы поняли, когда вы видите в тарелках траву, я бы бежал от этих людей. Я бы бежал от этих царства. Это что-то это есть куниг без куниг 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 и смотрят, как много лепестков. Когда это выращивают, вообще на подоконнике подают в ресторанах дорогих. И что-то в те в ресторанах на фенстер банк на плян плян на плян плян сантиметром мяса. Мы поехали в хороший ресторан. В отеле. мы плянули свой рождей стол им. Им так было жалко нас. Мы им так что-то это мой салат. Я даже не знаю, что это. Я даже не знаю, что это. И я понял, надо возвращаться в совершенство. Потому что есть это все время, это вот, вот, Бог вернул разум же на Входонсоро, это люди без разума, но вообще. Потому что это еще и стоит. Потому что это еще и стоит. И не в Рождество, это в книге Даниила, Рома 4, 33. Это Даниил 33. История закончилась. История закончилась. История возвращается. История закончилась. История начали снова просить моего Совета. История началась снова просить моего Совета. История снова стала Царем и величия моего Стала еще выше, чем раньше, а власть сильнее. История, когда ты вернешься в совершенство, ты почувствуешь, что к тебе будут приходить люди даже за Советом. Ты вверху, что люди будут приходить, чтобы вы пришли. Когда ты будешь возвращаться, достигать совершенства, ты станешь сильнее. Ты будешь stärker. Ты нужна сейчас Сива. Ты нужна Сива. Но Сива в совершенстве. Но Сива в совершенстве. Попроси Бога. Попроси Его. Попроси Его. Чтобы Он снова тебе задал вопрос. Хочешь ли ты быть совершенным? И не откажи ему. И не откажи его. И не откажи ему. Попроси Его. Попроси Его. А возможно, Господь тебе что-то скажет, другое. Но стань совершен. Но вера совершенно. Испомни воли Бога. И erfüле дэмвилию Бога. Кванг и Крэнг дэкс. Девятый человек, это совершенный человек. Ты увидишь, когда многие твои зависимости, они больше не будут мешать тебе. Потому что Господь поднимает твои глаза к небесам. И ты увидишь, великого Бога, совершенного Бога, совершенного Бога. И в совершенстве его, нет границей. Давайте встать. Давайте встать. Господь спасибо тебе за слово. Господь спасибо тебе за слово. И мне это нужно было сейчас. Я вижу много царьей. А я теперь понимаю, что у многих нет, у них нет царства. Я благодарю тебя за то, что ты открыл мне свое царство. Я сегодня говорю тебе. Я сегодня говорю тебе. Я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Все, что ты у меня есть, это твое. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. За все. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Что ты открываешь свое величие. Великий Бог Всемогущий Господь Совершенный Господь Вся Слава Тебе Спасибо Тебе За то, что Ты возвращаешь свое Царство В наши дома Спасибо Тебе За то, что Ты возвращаешь свое Царство В каждую душу Поднимаются совершенные люди И все, которые созданы совершенным Богом Спасибо Тебе Сила Мудрость Могущество Бога Живого Внутри нас Наша мудрость Наша мудрость Это привилегия Царя Который имеет Царство Господь, спасибо Тебе За то, что я могу спокойно поднимать свою голову Вся Слава Тебе Вся Слава Тебе Вся Слава Тебе В совершенном мире Будет все в совершенстве Вся Слава Тебе Мы возвращаемся Господь Вся Слава Тебе Вся Слава Тебе Принь Herrn Вся Слава Тебе Вся Слава Тебе Всего доброго солнца, господи, 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 господи. Субтитры создавал DimaTorzok